Ну что все, я вам приветствую вас, и как всегда, я всегда буду пожаловать на новый видеоролик на моем канале. Сегодня я вам расскажу о топах красных скинов, которые едва ли или вообще не окупают свой кейс. Погнали! И первая, первая наша пушка, это MP7 Кровавый Спорт. Сколько она стоит, посмотрите, закаленная в боях, посмотрите, как она выглядит, ужасно, просто она убита насквозь. Кейс, решающий момент, вот она, эта самая пушка падает как красная, она стоит рядом с М4А4 Неонуар, посмотрите, как она офигенно выглядит. И стоит MP7 Кровавый Спорт, закаленный в боях, 203 рубля стоит пушка, а кейс стоит 10 рублей. Давайте вот так вот сделаем, 203 минус 10 рублей, получается 193. Но при этом, продаем на такой площадке, нажимаем продать, мы продаем за 203 рубля, например, пушку ту же самую, и 30 рублей у нас снимается как комиссия. Получается, минус 30 еще добавляем, получается 163. При этом, смотрим, сколько стоит открытие кейса, 172. Минус 172. И у нас минус 9 рублей, на 9 рублей мы оказываемся в плюсе, друзья, вы представляете, выбиваем красную пушку, красная, это тайна, это уже шанс выбить красного 0,64%. И вы представляете, если вы убиваете красную, вы радуетесь, уже какая-то красная пушка, и вы видите то, что она закаленная в боях, убитая, и просто-напросто не окупает кейс свой. Представляете, как так вообще, я не понимаю, красная не может окупить кейс. Хотя рядом стоит М4А4 Ниунуар, который стоит намного дороже, та же закаленная в боях. Представляете, как она выглядит, тоже точно так же, убитая вообще в хламину, ничего почти не видно, но она стоит 900 рублей, что очень сильно окупает данный кейс, то есть это вообще не понять как. Переходим к следующему месту. Следующая, самая дешевая пушка, это ФАМОС защитный каркас. В каком кейсе она падает, давайте посмотрим. Кейс Гамма-2, вы посмотрите, как она выглядит. Ой, дай мать, это что такое? 14 копеек, на, блядь, 10 рублей. И вот, смотрим, смотрим, друзья, тут у нас два красных также. АК-47 Неоновая революция, это не наша остановочка, это точно, которая стоит даже в закаленных боях, посмотрите, как она убитая. И она стоит 1500 рублей. Ну, хотя неплохо выглядит, хоть она и вот здесь потерта довольно-таки сильно, но 1500 рублей этот кейс окупает. Второе, даже намного сильно окупает этот кейс. И вот он, ФАМОС защитный каркас. Вот, благодаря чему мы здесь. Давайте посмотрим, сколько сам стоит ФАМОС. ФАМОС, закаленный в боях, стоит 268 рублей. Давайте, 268, минус стоимость кейса 9, минус стоимость ключа 172. При этом, давайте посмотрим, как он убитый. Стоп, мы не посмотрели, можно мне посмотреть, как он убитый. Так, поношенная. Нет, мне нужен закаленный в боях. Вот он, он самый закаленный в боях. Выглядит он вот так вот. Ну, довольно-таки неплохо. Кстати, выглядит для закаленного в боях. Может быть, флот хороший 052. Да, довольно-таки неплохой флот, на самом деле. При продаже предмета за 268 рублей, комиссия составляет около 35 рублей. Ставим минус 35. И в итоге кейс окупает всего лишь на 52 рубля. То есть, вы представляете, вы открываете кейс, уже видите, красная, неоновая революция лучше бы выпала. И в итоге вам просто-напросто выпадает вот такое вот говно. За 52 рубля в плюсе будете и то. Это если вам повезет, если этот скин не упадет в цене. Если он упадет, то он и вовсе не сможет открыть кейс. Да даже вот Сидмит сможет окупить этот кейс. Давайте посмотрим, сколько стоит Сидмит. Вот это вот, давайте, вот любого качества поношенное стоит. После полевых стоит 150, конечно же, но... Немного поношенное стоит примерно столько же. Но это запрещенное, друзья, запрещенное. Это как вообще, я не понимаю. Но это засекреченное. Так что это такое себе, на самом деле. Переходим к следующему месту. А следующее место Аук Хамелеон. С какого кейса он падает? Он падает с кейса Феникс. Сколько он стоит? 291 рубль. Повышаем ставки 291. Пишем тут. Если у меня хватит. Кейс операции Феникс на минуточку. Стоит 40 рублей. Стоит открыть этот кейс так же. Так, давайте. Минус 40. Минус 172. При этом. Тут может выпасть АВП Азимов. АВП Азимов. АВП Азимов это уже сразу полностью победа. Потому что АВП Азимов даже в закаленных боях стоит огромных денег. Вы посмотрите. Закаленный в боях стоит 3500 рублей. А если у этого АВП Азимов будет полностью разбит скоб. Что? Это закаленная в боях? Ну, что? Она какая-то слишком, слишком целая для закаленных боях, как мне кажется. Что? А если полностью будет разбит скоб у этой пушки. То это сразу увеличит значительно цену. Вот это вот в закаленных боях. Вот это я верю. Потому что 065. Ну-ка давайте. Вот здесь вот какая. Здесь 059 довольно-таки целая. А давайте посмотрим самую дорогую АВП, которая тут продается. АВП Азимов в закаленных боях. За сколько ее продают? 11000 рублей. Капец. Ну-ка, что тут? Что тут? Ничего особенного. Почему ее продают, я не понимаю. Вот, вот. Друзья, смотрите. Вот он. Полностью убитая АВП Азимов. Посмотрите. Скоб полностью черный. Ни белых. Ни одного белого пятна на нем нет. Посмотрите. Полностью черный скоб. Вся АВП полностью в хломище убитая. И стоит такая АВП около... Что? 94 559 рублей? Что? Офигенные, друзья. Но, АУХамелеон, возвращаемся. 291 рубль. Если мы попытаемся продать предмет за 291 рубль, комиссия будет составлять... 291 рубль, комиссия будет составлять около 50 рублей. 38 рублей комиссия. Минус 38. 38. И, внимание. Кейс окупает себя всего лишь на 41 рубль, друзья. Вы представляете? Либо. Либо АВП за 75 тысяч рублей, который убитый со скобом. Либо самая дешевая АВП, но все равно за 5 тысяч рублей. Шанс одинаковый на красный. 0,64%. Шанс одинаковый, друзья. Вы представляете? Это как вообще назвать то, что... Вот этот большой рандом. Это такой неадекватный рандом просто в CSGO. Вы представляете? Вам может выпасть предмет за 100 рублей с таким же шансом. И может выпасть предмет за 5 тысяч. Погнали дальше. Следующее. П-250. Прощальный Аскаб. В каком кейсе можно его найти? Спектр 2. Он у меня вроде есть, да? Есть у меня такой кейс? Спектр 2. Да, действительно. Ну, здесь прощальный Аскаб. Да, открытие кейса стоит 192 рублей. Давайте посмотрим, сколько стоит сам кейс. Так, сколько пушка стоит? Сколько она там стоит? 295. Ага, 295. Пишем. Минус 172 сразу. Минус. Сколько там стоит кейс? Сколько стоит кейс? Давайте посмотрим. Сколько? Минус. Округлим. До 7 рублей. И минус комиссия 295. Давайте попробуем. 295. И комиссия будет составлять 39 рублей. То есть, минус 39. В итоге у нас наш пистолет окупается всего лишь на 77 рублей. И опять же, рядом стоит Ак-47 императрица, которая стоит около 2000 рублей, даже закаленная в бояртах. Представляете, что это? Это такой неадекватный рандом просто. Шансы одновременно и такие большие, и одновременно маленькие. Императрица. Самый дешевый калаш. Закаленная в боях. Сколько стоит? 2400 рублей. Примерно столько же, как Азимов. Этот скин, конечно, очень хороший, потому что при его износе он только темнеет. Вот, посмотрите, сейчас вы видите закаленная в боях. Ити прямо за воду. Видите, насколько она все-таки чище. Кстати, наклейки смотрятся на этом калаше даже очень-таки круто. Они наносятся вниз как-то. Как-то странно они наносятся. Ну ладно, в общем, этот калаш стоит очень дорого, а этот пистолет стоит очень мало. Но выглядит он неплохо. Следующее. Это 5-7 разъигранная толпа. В каком кейсе она падает? Давайте посмотрим. Кейс призма. Так, давайте посмотрим стоимость. 303 рубля. Пишем 303 рубля. Минус 172. Минус. Так, сколько стоит кейс призма? Он вроде копейки там стоит. У меня вроде есть такой. Нет? Нет, нет, нет. 8 рублей вроде он стоит, если я не ошибаюсь. Призма кейс стоит всего лишь 3,5 рубля. Минус 3.50. Ладно, допустим уж так. И при продаже предмета на 303 рубля комиссия будет составлять... Сейчас я вам скажу какая я... И комиссия будет составлять 40 рублей. В итоге мы окупаемся всего лишь на 87 рублей 50 копеек. Хотя в этом кейсе может выпасть очень много годных предметов. Я бы, конечно, дальше мог рассказать на револьвер Градиент, например, вот за 338 рублей. Но это уже такое себе. Потому что, ну, он окупается уже на 117. А то, что больше 100 рублей окупается, это уже довольно-таки неплохо. Хотя не при таком шансе. Но хотя это то же самое. То, что тебе может выпасть предмет за 5000, а может выпасть предмет за 300 рублей. Это... Да, это CSGO. Знакомьтесь, здрасте. Это CSGO, да. В общем, кейсы сейчас подорожали. Предметы некоторые тоже подорожали. А некоторые предметы просто нафиг никому не нужны. Давайте возьмем MP7 Крововый Спорт Закаленный в боях. Самый дешманский за 203 рубля. Который вообще даже кейс не окупает. За все время он подешевел. Нет, он даже... Посмотрите, он маленько подорожал. Раньше он вообще стоил 170 рублей. Представляете, 170 рублей раньше он стоил. И он вообще ужасный был. Он вообще тогда... Кейс... Он даже стоимость ключа не окупал. Не то, что кейса. Ну, что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вы хотите, чтобы я еще выпустил какой-нибудь видос. Например, какое оружие синька... Какая синька купит кейс. Ставьте лайк. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok